Сегодня мы напишем диктант по теме «Имя прилагательное» и выполним грамматическое задание к нему. Запишите слово «диктант». Диктант называется «дождь». Послушайте. Дождя пока нет, небо ещё не затянуто тучами, но кругом слышно нежное дыхание влаги. И вот начинают падать первые капли. Они оставляют тёмные крапинки на пыльных дорогах и крышах. Потом дождь расходится. Возникает чудесный прохладный запах земли. Кругом слышен мерный стук дождевых капель по тесовым крышам. В этом тексте 46 слов. Запишем диктант. Первое предложение с красной строки. Дождя пока нет. Пишем. Дождя пока нет. Сразу будем работать с рфограммами. Дождя. Ударение падает на второй слог. Безударный гласный О в корне слова. Проверочное слово «дождь». Орфограмма называется безударный гласный в корне слова, который можно проверить. Пока ударение падает на А, безударный гласный О нужно запомнить. Нет. В конце предложения точка. Небо еще не затянуто тучами. Небо еще не затянуто. Тучами. Небо еще не затянуто тучами. Ударение падает на букву Е в корне, так как слово среднего рода оканчивается на О. Небо еще не. Частица не с глаголами пишется раздельно. Затянуто. Безударный гласный А в приставке. Нужно запомнить. Приставка за. Затянуто небо среднего рода тучами. Дарение на О, безударный гласный А и И в приставке в суффиксе и в окончании. Но кругом слышно нежное дыхание влаги. Но кругом слышно нежное дыхание. Но кругом слышно нежное дыхание влаги. Союз. Но кругом слышно. Почему О? Потому что дыхание среднего рода. Оно слышно. Нежное. Тоже окончание ОЕ, потому что средний род. Дыхание влаги. Следующее предложение с красной строки. И вот начинают падать первые капли. И вот начинают. Падать. И вот начинают падать первые капли. Безударные гласные А можно проверить. Начат букву И. Начинка. Начинают падать. Ударение в корни. Безударный гласный в суффиксе. Мягкий знак. Показатель мягкости. Первые безударные окончания. Капли. Тоже безударные окончания. Далее. Они оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах. Они, проверочное слово ООН, они оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах. На пыльных дорогах и крышах. Они безударные гласные. Проверочное слово ООН оставляют. Ударение падает на Я. Букву О в приставке нужно запомнить, что это приставка. Встань. Буква А можно проверить. Темные крапинки. Ударение в корне безударные гласные в окончании в суффиксе. На – это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. Пыльных. Мягкий знак. Показатель мягкости. Дорогах. Ударение падает на О. Безударные гласные О. Надо запомнить. Словарное слово. И крышах. Следующее предложение с красной строки. Потом дождь расходится. Потом. Дождь. Расходится. Потом надо запомнить. Это словарное слово. Дождь. Парный согласный. На конце слова проверочное слово. Дожди. И мягкий знак. Показатель мягкости. Расходится. Безударный гласный А в приставке. Следующее предложение. Возникает чудесный прохладный запах земли. Возникает. Чудесный. Возникает чудесный прохладный запах земли. Возникает чудесный прохладный запах земли. Возникает. Буквы можно проверить. Возник. Букву О запомнить. Приставка чудесный. Буква сочетания с Н напишется без буквы Т. Прохладный. Безударный гласный О в приставке. Запах земли. Земли. Проверочное слово. Кругом слышен мерный стук дождевых капель по тесовым крышам. Кругом слышен мерный стук дождевых капель. Кругом слышен мерный стук дождевых капель по тесовым крышам. Кругом слышен мерный стук дождевых капель по тесовым крышам. Проверочное слово безударное О еще в суффиксе крышам. Мы написали с вами весь текст диктанта и сейчас выполним грамматическое задание. Нужно найти в тексте и подчеркнуть волнистой линией имена прилагательные. Поставить знак ударения. Имена прилагательные – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопрос какой, какая, какие, какое. Дождя пока нет. В этом предложении прилагательных нет. Небо еще не затянуто тучами. Тоже нет. Но кругом слышно нежное дыхание влаги. Дыхание какое нежное? Давайте поставим ударение. Нежное ударение падает на первый слог. И вот начинают падать первые капли. Капли какие? Первые. Прилагательное. Первое ударение падает на первый слог. Они оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах. Крапинки какие? Темные. На букву Ё ударение не ставится. На пыльных дорогах. Дорогах каких? Пыльных. Прилагательное. Ударение падает на первый слог. Потом дождь расходится. Возникает чудесный прохладный запах земли. Запах какой? Чудесный. Еще какой? Прохладный. Чудесный. Ударение падает на Е. Прохладный. На букву А. Кругом слышен мерный стук дождевых капель по тесовым крышам. Стук какой? Мерный. Прилагательное. Капель каких? Дождевых. Ударение падает на И. Крышам каким? Тесовым. Ударение падает на И. Мы подчеркнули с вами волнистой линией имена прилагательные и поставили ударение. Далее. Теперь нам нужно подобрать антонимы к прилагательным. Темный и прохладный. Давайте выпишем эти слова. Темные. В тексте написано. Темные. Темные. Нам нужно подобрать к этому слову антоним. Антонимы – это слова, которые противоположные по смыслу. Темные, а противоположные – светлые. Запятая. Второе слово. Прохладный. А антоним к этому слову – жаркий. Мы подобрали антонимы к слову темные и прохладные. Следующее задание. Нужно выписать из текста имя прилагательное в форме единственного числа среднего рода вместе с именем существительным, к которому оно относится. Нежное дыхание. Какое? Нежное. Выпишем это слово-сочетание. Нежное дыхание. Нежное дыхание. Нежное дыхание. Нежное. Главное слово в этом словосочетании – дыхание. Дыхание какое? Нежное. От главного к зависимому задаем вопрос. Прилагательное – нежное. Прилагательное «нежное» находится в единственном числе среднем роде, так как обозначает признак имени существительного, которое находится в единственном числе и среднем роде. Мы с вами написали текст диктанта и выполнили грамматическое задание к нему. Прилагательное «нежное»